Андрей Сидельников, политик и лидер международного движения «Говорите громче». Приветствую вас. Добрый вечер. Как всегда, наверное, как всегда уже можно говорить, неспокойно прошла ночь в Украине, атаковала Россия, уже, наверное, тоже можно говорить традиционно, порты украинские, в первую очередь элеваторы с зерном, само зерно, и, собственно, есть попадание, к сожалению, это признали, признал и президент. И после этого международные биржи, как пишет Reuters, они отреагировали и на 4% минимум подорожало продовольствие вот вследствие этой сегодняшней атаки, а таких атак было немало и в прошлом. По вашему мнению, ну, понятно, Россия хочет уничтожить нашу украинскую инфраструктуру, но ведь это делается так явно, и это делается, собственно, против самих, не даже не самих украинцев, а партнеров, так сказать, России, против того же Китая, другие страны африканские, которые недавно встречались с Путиным, их лидеры в России, они рассчитывают на это зерно, а Россия так откровенно их, это зерно уничтожает. Зачем это делается, по-вашему? Ну, во-первых, действительно уничтожение инфраструктуры, вообще экономики страны Украины. У Путина задача номер один. Ради этого он сделает все возможное на этом саммите, который был в Москве, африканский, ну, столько подарков. В Петербурге, Андрей, он был в Петербурге, да, что самое интересное. Да, да, да. Сделалось огромное количество подарков этим странам, списывались долги, дополнительные какие-то контракты, которые не выгодны для Российской Федерации, но Путину нужно показать, что на международной арене он до сих пор присутствует, и поэтому, в общем-то, такая, как Россия, щедрая душа, раздает направо и налево разные финансовые пироги для того, чтобы удержать у себя так называемых союзников. Ну, по поводу того, что действия Москвы идут в противоречии, например, с Китаем, ну, видимо, они сегодня не совсем будут в противоречии, Китай это устраивает, потому что товары двойного назначения проходят в основном через Китай, и Россия получает все то, что, в общем-то, запрещено и для военной промышленности, и для других отраслей, вот обход санкций, и на сотни миллионов уже получены разные чипы, и вот недавние расследования показали, что все, в общем-то, необходимые детали, необходимые товары Россия получает, в общем-то, на сегодняшний день беспрепятственно. И это все происходит, по большому счету, на глазах у изумленной публики, и в курсе страны, которые вводят санкции, пока почему-то не принимают действенные шаги. Уже давно необходимо ввести было политическое, экономическое эмбарго, полное, отказаться от торговли с Россией, однако, мы видим прекрасно, все продолжается. Так что здесь, в общем-то, Путин манипулирует и не только российским населением, но и пытается продолжать манипулировать западным сообществом, ну, естественно, покупать, я уже сказал, союзников. Про союзников как раз хотел с вами поговорить. Сегодня состоялись телефонные переговоры Путина и Эрдогана. И, что интересно, не сам факт, да, наверное, и сам факт их, что они имели место быть, поскольку Эрдоган никто иной, как человек, который выпустил этих страшных, этих ужасных азовцев, про которых с дрожью в коленах говорят в России. И Путин, который, ну, я не знаю, по его, наверное, версии, взял слово с Эрдогана личное, что он их ни в коем случае не отпустит из Турции после обмена до конца войны. Вот получается, что он съел то, что Эрдоган нарушил это обещание, и вот они созвонились, и ни много ни мало, по версии Кремля, они еще и договорились о встрече, что Путин поедет в Турцию. Почему съел Путин? Вот очередное унижение от Эрдогана, и, ну, что он может для себя выторговать в ходе этой поездки? Ну, смотрите, во-первых, Эрдоган, насколько его известно, добивался чуть ли не последних двух недель звонка, разговора с Путиным. Кремль отказывал все это время, ну, вот как-то что-то, соответственно, турецкая сторона убедила российскую, что необходимо провести такой разговор, и разговор состоялся сегодня. Полной информации, конечно, мы не обладаем. Турция также маневрирует и пытается, в общем-то, выбить для себя преференции, и сложившиеся ситуации вроде бы и помогают Украине, с другой стороны, не портят совершенно отношения с Россией. Никаких фикс... Ну, не было зафиксировано вот этой якобы договоренности, что представители Азова, Азов-Стали, которые защищали страну, Мариуполь, должны будут все время находиться на территории Турции. В документах такого нету, поэтому уж какие там были личные договоренности между Путиным и Мордоганом, можно только догадываться, да, и спикулировать на этом. Но, опять-таки, я привык работать с документами, юрист по образованию, поэтому, в общем-то, здесь, что документально не подтверждено, значит, в общем-то, это нет необходимости выполнять, по большому счету, потому что Путин рассказывает, он очень много сказок по поводу договоренностей, которые не фиксировались в историческом цикле. В первую очередь, это главная такая у него сказка о том, что было обещано, не ему даже, соответственно, да, а было обещано Борису Ельцину в те времена, что НАТО не будет расширяться на восток. Никаких фиксаций этого нету, да, Соответственно, опять-таки, Россия переписывает свою внутреннюю историю, Россия переписывает историю других стран. Мы видим, как по Польше это происходит в сегодняшних днях, когда, опять-таки, вытаскивается наружу. По Польше сейчас поговорим, да, да, по Польше поговорим. Я вот хотел все-таки еще о Турции, потому что это важный вопрос. Вы сказали о том, что добивался Эрдоган последние недели, действительно предлагал переговоры, а в Кремле делали вид и говорили, что нет, мы не готовы. Да, занятый его плотный график. И вам не напоминает это инцидент с сбитием российского самолета? Точно так же предупреждали россиян, россияне не послушались, сбили самолет в Кремле, ерепенились всячески. Да-да, ухудшились отношения между странами. А потом опять то же самое. Да, Эрдоган, нет, как говорится, я не гордый, я буду названивать, ну извини, там, но своего-то он добился. Ну, слушайте, международное отношение такая достаточно серьезная вещь. И здесь каждый из сторон, естественно, ищет для себя преференции, что совершенно правильно вообще с условием международных отношений. Но Турция важная страна, важное государство для Путина сегодня. И, в общем-то, здесь можно обижаться, дуться, злиться сколько угодно, однако внешнеполитические факторы подталкивают Кремль для того, чтобы, в общем-то, полностью не разбалансировать отношения. Поэтому, да, отношения непростые. Да, Турции приходится лавировать. Мы видим прекрасно, как Эрдоган, в общем-то, между струек проходят и по одной, и по другой стороне. Но, так или иначе, он преследует там свою собственную политику. И здесь, в общем-то, нужно учитывать интересы. Поэтому, ну, Путину пришлось, опять-таки, и на такие переговоры идти. И насчет поездки я что-то сомневаюсь, если честно говоря. Да, да, вот насколько он из труси. Потому что сам Владимир Путин, вот лично Владимир Путин, ну, уже мало того, что он сидит в бункере годами и не выезжал из страны достаточно давно. Можно, конечно, послать, если говорить с Эрдоганом, послать очередного двойника, и преподнести общественности, что вот российский лидер такой смелый, не боится, и вообще все идет хорошо. А, в общем-то, можно и не приезжать. Поэтому здесь сложно сейчас сказать, как будет развиваться событие, потому что, действительно, Путин труслив. Путин не, в общем-то, не отдает отчет о происходящем, потому что у него давно смещена уже картинка мира. И в Зазеркале это годами уже нахождение, оно просто, ну, психологически, это уже переворачивается в сознании. Это не только у Путина, это у российской власти пропаганда, которая десятилетиями действует в Российской Федерации, то же самое сделала и с гражданами России. Поэтому, в общем-то, у них смещена картинка мира. Они совершенно не в повестке дня и не в той действительности, которая есть на самом деле находится. Вот в эти минуты продолжаются бомбежки Херсона. Вот прямо сейчас, насколько я понимаю, приходит сообщение о том, что продолжают бомбежки. Путин способен исключительно на то, чтобы с воздуха, с безопасного расстояния запускать ракеты по мирным городам Украины и, в общем-то, делать, ну, вот из-под тяжка и подобные вещи. На прямое столкновение он не готов, уже не будет готов никогда. Вот только из-под тяжка можно действительно уничтожать мирное население. Пока ракеты есть, пока поставки разных электронных чипов, которые используются в военной промышленности, до сих пор идут, вот не прекратятся вот эти бомбежки. Поэтому здесь хоть Москва и делает вид, что готова якобы идти на какие-то мирные переговоры, но мы все прекрасно понимаем, что это ловушка, которая позволит, в общем-то, и перегруппировать российские войска и, в общем-то, насколько я понимаю, есть задача просто выманить президента Украины на подобные переговоры и просто убить. Поэтому здесь я бы не только не рекомендовал украинской власти подобные, скажем так, переговоры, но и приобретет бы западных коллег, союзников Украины от подобных вещей, потому что мы видим достаточно серьезные финансовые вещи вливаются в информационное пространство мировое для того, чтобы раскачать общественное мнение в разных странах, которые помогают Украине и сподвигнуть, скажем так, на так называемые мирные переговоры Украины. Да, но вот последние действия России под личиной Белоруссии, Вагнера, они как-то не очень с этим стыкуются, поскольку сначала говорилось о возможных провокациях со стороны так называемого ЧВК Вагнер, а теперь уже и напрямую идут эти провокации, то есть это залет белорусских вертолетов на территорию Польши соседней. По-вашему, зачем это делается? Ведь, как вы сказали, вот эту миссию раскачать западное общество, оно делает довольно сложной, поскольку наоборот консолидирует перед российской угрозой. Действительно, это так. С одной стороны, консолидация происходит, но ведь нужно отдавать тоже отчет. Все-таки более полутора лет идет полномасштабное вторжение. И, конечно же, усталость существует в мировом сообществе от этого. ЧВК Вагнер был как эксперт с операцией. Вот этот так называемый цирковой мятеж, он отчасти был и задуман таким образом для того, чтобы передислоцировать опять-таки официально Вагнер в Беларусь для того, чтобы устраивать провокации. Вот это сегодня и происходит. Об этом, кстати, говорилось изначально, когда вот этот цирковой мятеж развивался только. И, в общем-то, ничего удивительного нет. Будут, безусловно, вылазки вот этих террористической группы Вагнер на территорию Польши. Как будет поступать, соответственно, военное руководство Польши и вообще, как будет реагировать альянс НАТО, Путин как раз прощупывает вот эти шаги. У него почему-то сложилось понимание, что вот там пятая, по-моему, поправка, пятая статья. Пятая статья. Пятая статья, да, она не будет выполнима. И, грубо говоря, силы НАТО за Польшу, например, Польшу или страны Балтии не будут вступаться. Вот он прощупывает эту, в общем-то, нишу в связи с тем, что ЧВК Вагнер это террористическая организация, не входящая в состав вооруженных сил России. Прямого отношения, в общем-то, нет. Хотя мы видим прекрасно, Путин признал, что из федерального бюджета огромные миллиарды выливались вот в эту террористическую группу. Но, опять повторю, ведь Вагнер не признан в мире всеми странами, как террористическая организация. Никаких санкционных вещей пока по этому поводу не происходит. Поэтому здесь, в общем-то, Путин просто прощупывает почву. И вот, опять-таки, он может только из-под тяжка делать что-то напрямую. Человек уже давно ничего не способен и, более того, принимать подобные решения. Здесь уже, в общем-то, налицо совершенно деградация российской власти. И других вот методов у них просто, видимо, не осталось. Они просто и не умеют делать, и не понимают, как это возможно. Рассказывая населению о том, что весь мир против России, и, например, ответ от польской стороны, если вдруг Польша решит, что те базы, которые находятся в Республике Беларусь, или, допустим, те аэродромы, в которые взлетают российские самолеты и бомбят мирные города, ну, Польша может взять и их тоже уничтожить, например. Посмотреть на ситуацию, как Путин пытается это сделать. Ведь, опять-таки, не своими руками все происходит. Это подставление граждан Республики Беларусь. Здесь, опять-таки, Путин действительно чужими руками пытается въехать в... Ну, не в Рае, во всяком случае, никогда не попадет. Но, опять-таки, он просто пытается, как бы, деструктивно влиять на ситуацию уже и в Польше, и в странах Балтии. Ну, сразу вам оппонировать хочу по поводу, вы говорите, чужие руки. Да, действительно, согласен по поводу ЧВК Вагнер. То есть, это даже и не ЧВК. В российском законодательстве такого нету, ЧВК. Да, это, ну, наемники. В случае чего от них можно откреститься. Но если будут, как вы говорите, справедливо, цели выбраны, как оправданные военные, там, место базирования Вагнера, да, там, аэродромы, это все-таки уже будет как акт агрессии против Беларуси. А Беларусь – это часть союзного государства, о котором постоянно трубит и Лукашенко, и Путин. Как же оставить Беларусь? Армению уже оставили. Ну, смотрите, Беларусь хоть де-факто, де-юре является независимым государством, де-факто это давно уже аннексированная территория. Лукашенко приходится также лавировать. И, в общем-то, здесь, ну, не могу сказать, что он находится в заложниках у Путина, но, так или иначе, влияние российских денег на экономику Республики Беларусь, оно не просто огромно, а, в общем-то, я так понимаю, что вся уже экономика подчинена российской стороне. Поэтому здесь выбора-то особого у беларусов нету, на мой взгляд. Имеется в виду у официальной части Беларуси. Поэтому здесь, ну, опять-таки, Польша имеет право защищать свои территории, независимо от того, какие есть договоренности внутри стран НАТО. Конечно, имеет. Прекрасно понимают, что провокации направлены в первую очередь против Польши и стран Балтии. Конечно, эти страны понимают. Это не очень хотят понять и поддержать пока, скажем так, союзники по НАТО, например, даже Франция и Германия, которые много делают для того, чтобы затормозить санкционные процессы, которые, в общем-то, ну, не так явно, скажем так, идут на помощь в военной сфере Украине. И мы видим вот эти задержки с поставками самолетов, с включением солдат. Заявления происходят положительные, а на деле остается все, в общем-то, как и было. Поэтому здесь все-таки некоторые западные страны ведут двойную игру. И уж тем более до сих пор торгуют с Россией. Вот если хотя бы все страны НАТО, да, их там сколько, 20, не буду спекулировать. Страны НАТО? Не знаю точную цифру, чтобы... 31, 31, вот недавно Финляндия. Да, 31 страна, замечательно. Но вот хотя бы, если бы все вот эти 31 страна полностью прекратила сотрудничество с российской стороной в экономическом плане, в политическом, прекратили бы выдавать визы, вышвырнули вот этих пособников Путина, которые окопались в этих странах, десятками тысяч в каждой стране проживает этих пособников, имея там недвижимость, банковские счета, семьи живут, все остальное, но они являются прямыми пособниками. И вот когда, если бы страны эти, 31 страна вышвырнула бы вон всю вот эту вот так называемую псевдоэлиту, которая пустила корни годами уже в этих странах, вот это был бы совершенно другой разговор. Эти страны на это не идут. Мы прекрасно видим, что по отдельности там что-то воет Финляндия, что-то воет Чехия, они пытаются самостоятельно бороться вот с этим вот с этим так называемым русским миром, который Путин несет и продолжает нести, не закрывая глаза, как я уже сказал, и на поставки товаров вот этого двойного назначения и в общем-то обход этих санкций. Мало что в этом делается сегодня. Необходимо новое, не знаю, там совещание, определенное провести саммит именно по поводу запрета торговли с Российской Федерацией. Любой торговли, любых вообще товаров. Этого не происходит. Если бы это было, давно уже Путин бы испытывал достаточно серьезные проблемы и в военных поставках и клепании этого оружия, да и в других во всех сферах. Этого опять-таки не происходит. Ну что уж говорить, слушайте, айфоны, обычные айфоны, да, телефоны завозятся в Россию по серым схем, и никто, и все закрывают на это глаза. Вот если все коммуникационные устройства, а это есть возможность такая техническая, были выключены в Российской Федерации, ну хотя бы на неделю просто взяли, отключили компания, производители имеют право это сделать и имеют самое главное техническую возможность, то тогда ситуация просто кардинальным образом изменилась, и этого не происходит. Значит, кому-то выгодно продолжение войны, кому-то выгодно то, что каждый день погибают мирные граждане Украины, и здесь уже должен быть совершенно другой подход и разговор. Это жесткие, жесткие санкции, которые следить за выполнением уже принятых и вводить новые. Вот знаете, хотелось с вами еще успеть обсудить тему, как лидера движения «Говорите громче». Очень тихо почему-то говорят те, на кого были надежды или опасения по поводу этих людей, так называемые Z-патриоты. Вот уже больше недели томится в застенках Гиркин, который называет себя Стрелковым. И вот я конечно же как говорится курить я буду напить не брошу, я на два канала уже его подписан, там они множатся как да, и вот его жена там соратники что-то там постит. Ну честно говоря, такой постной пресной повестки, скажем, корректно, я не ожидал. Какие-то сборы средств, какие-то там ну убогие картинки в поддержку. Почему? Да, почему так? Все очень просто. Кураторы Стрелкова в спецслужбах российских проиграли, да, другие, в другой части российских спецслужб, поэтому как бы больше не поставляют вот эти металлички, ну мы видим на что способны сами вот эти вот паркозонные. Поэтому здесь ничего удивительного нет совершенно. обезглавили вот это вот сообщество и все. И они оказались диванными патриотами. Но об этом тоже много говорилось. Да, там до сих пор есть у некоторой части сторонников Стрелкова Гитлена какое-то оружие, но поднять мятеж они не в состоянии. Да и опять-таки у них дезинентация полная. Вот у них был лидер, они как крысы шли за ним, а лидер теперь посадили и они остались обезглавлены и сами не могут ничего сделать. Ну это как бы нормально, таково российское общество. Им необходима вообще вот эта палка, которая куда-то там кого-то гонит и не важно куда. Главное, чтобы постоянно подгонять, постоянно держать страхи, даже на вот эту все хотят эту жесткую руку. Ну вот, Путин раньше был для них такой рукой. Сегодня мы видим, он уже стареет, дыхлеет и в общем-то вышел в маразм. вот они это тоже чувствуют, они это тоже знают, признавать не хотят, но на там внутреннем уровне все это уже начинают тоже понимать. Поэтому, а лидеров нету, лидеров все-таки так вот не рождаются лидерами и во всяком случае государство делало все возможное, чтобы в общем-то вот эта серая масса оставалась серой массой. Им давались опять-таки благодаря кураторам разные личности, в том числе и гидкостьевиков, один из них, и вот соответственно удержалась эта масса в тех условиях, которые были необходимы. Сегодня нет необходимости, видимо, у Кремля поддерживать вот эту сторону этих людей. Они прекрасно знают, что они на что не способны сами. Так что в общем-то здесь они прощупали и прощупали почву, оказалась в общем-то пустышкой мыльные пузыри. Кремль это тоже устраивает, потому что серой массой очень удобно управлять, опять-таки их погонят на мобилизацию, потом утилизируют пакеты и это выгодно опять-таки здесь любой сторон. Да, ведь есть же спрос этому электорату или этой части российского общества, которые являются рьянами, не фанатами, а сторонниками этой войны, что вот без нее дескать России конец, вот только через войну они видят. Гиркина посадили, ну что, Гиркина все, конец не пришел, поэтому в общем-то будет необходимость, Кремль опять-таки сгруппирует этих людей, дадут какую-то фигуру и будут опять-таки информационные такие войны. Но опять-таки здесь сегодня видимо у Кремля, у Кириенко нету задачи этих людей как-то куда-то направить в какое-то в одно из направлений. Поэтому в общем-то здесь как только эта необычность придет, я вас уверяю, также все будет сгруппировано, появится какой-то новый стрелков и будет вести в том направлении какой будет необходима Кремлянская администрация. Не более того, эти люди рабы, эти люди не самостоятельны совершенно, поэтому в общем-то здесь еще раз очень удобно им манипулировать, поэтому когда будет необходимость их опять достанут из сундука и начнут размахивать. Сейчас необходимость такой нет у Кремлян. Меньше года осталось до выборов Путина в 24-м году. Многие говорят о том, что что? Я же потому и сказал. Я потому и сказал. Не было и нету, да? Да, я потому и сказал выборов Путина. Я бы я потому и сказал. Да, ну нет, ну это такое все гадать там пойдет ли Путин через год, не пойдет Путин через год, так он может и умрет к этому времени и убьют его все-таки люди, которые не хотят за ним идти в могилу. Да, то есть здесь как бы тоже нужно понимать, что не все так замечательно внутри российской власти. Это же опять-таки мы прекрасно понимаем, что в любой стране есть там вздержки, противовесы и разные линии направления действий. Поэтому в России куча башен воюет между собой. Я не исключаю опять-таки, я не говорю, что это произойдет, но я не исключаю такую возможность. Сегодня говорить о так называемых выборах в России ну нет никакого смысла. Вот у нас вроде как там через месяц по-моему в сентябре должны быть какие-то муниципальные выборы. Это же совершенно смешно. Идет война, им запретили высказываться, те, кто сейчас являются пособниками этого режима и обеляют так называемые выборы, выдвигаясь на разные должности, им запретили военную риторику, вообще упоминание войны, не самого слова войны, а всех действий России в этом направлении. То есть этот вопрос на сегодняшний день запрещен на предвыборной так называемой кампании, потому что это приносит негатив в ряды российских граждан, которых собираются толпами загнать на участки. Но опять-таки у нас уже давно неважно, кто как голосует, главное, кто как считает. Вот в свое время хороший русский так называемый Венедиктов был одним из людей, который двигал электронное голосование, которое на сегодняшний день полностью манипулируется Кремлем и в общем-то здесь вот неважно сколько там человек придет, как они проголосуют, результат они просто электронно выдадут, тот, который им необходим. И в этом участвуют так называемые вот эти все хорошие русские, которые все эти годы сидели на разных стульях, которые сегодня продолжают рассказывать, что не все так однозначно, все эти Шендеровичи, Пархоменко, все вот эти вот люди, которые были плоти от плоти этой власти, да, они успевали в какое-то время против Путина, даже некоторые Рианны против Путина боролись, но они не боролись против системы. Их система всех прекрасно устраивала, для них Путин должен исчезнуть, и потом они вернутся в Россию и будут опять-таки продолжать вот обманывать большому счету и население и использовать финансовые рычаги российской власти, потому что они только на это способны и умеют. Все эти замечательные актеры и актрисы, которые были так востребованы с деньгами российской власти. Сегодня никто, они за полтора года не произвели ни одного продукта, только пользуются опять-таки вот той былой славой, когда им власть помогала, платила деньги и, собственно говоря, вот они свое имя и влияние распространяли. Так что здесь все достаточно действительно сложно и к большому сожалению консолидации российской оппозиции не происходит, потому что слишком многое у большинства представителей российской оппозиции было, в общем-то, основано на финансовых возможностях российского же государства, российской власти, российских олигархов. Да, но это тема отдельного. Да, как пример привести вот это пресловутые письма за Фридмана, за одного из тех, кто ответственен за эту войну и за этот режим. Все вот эти там опять-таки кто там Пархоменко, Парфенов, другие представители так называемой интеллигенции российской, они все жили за счет опять-таки вот этих вот крыс миллиардеров. Да, отдельная большая тема, не хочется ее, знаете, так скомканно. Спасибо вам, обязательно об этом поговорим в следующем интервью. Андрей Сидельников, российский политик, был с нами, также он лидер международного движения. Говорите громче, друзья. Редактор субтитров А.Семкин